Рассказывать нельзя Меня почти что спас Но кто-то на расстреле настоял И взвод отлично выполнил приказ Но был один, который не стрелял Судьба моя лихая, давно наперекос Однажды языка я, да было, да не донес Ясно, бисцуэтин, неутомимый наш Еще тогда приметил и взял на карандаш Он выволок на свет и приволок Под колотый, подшитый материал Никто поделать ничего не смог Нет, смог один, который не стрелял Рука упала в пропасть Дурацким звуком пли И залп мне выдал пропуск в ту сторону земли Но слышу, жив зараза, тащите в медсанбат Расстреливать два раза Уставы не велят, а главный врач Все цокал языком И удивляясь, пули удалял А я в бреду беседовал тайком С тем пареньком, который не стрелял Я раны, как собака, лицом, а не лечил В госпиталях, однако, в большом почете был Ходил в меня влюбленный, весь слабый женский пол Эй ты, недострелянный, давай-ка на укол Поддерживал я эту по тюрьму И только раз серьезом в шутку встрел Меня не дострелили потому Что был один, который не стрелял Я пил чаек из плюса, со спиртиком бывал Мне не пришлось согнуться, и я довоевал Свой полк определили, воюй, сказал комбат А что не дострелили, так я, брат, даже рад Я тоже рад быть, храбрисьев, угня Я вылупил ногой и судьбину клял Немецкий снайпер дострелил меня Убив того, который не стрелял Так, что же нам Ну, военных песен много Не знаю, за что хвататься Кстати, фильм «Место встречи изменить нельзя» Там тоже песня была написана для этого фильма Но не вошла Ладно, давайте я вам лучше про вертикаль расскажу Все вы знаете, что В общем Вот этот фильм, все его смотрели Наверняка не по одному разу А когда Говорокин предложил Высоцкому сняться Высоцкий отказался Не хотел Все Как-то он все-таки Станислав Сергеевич убедил Уговорил как бы Высоцкий И причем ему сказано было Ничего писать не надо Ни песни, ни стихов Там роль короткая Там сыграешь И все И вот когда Высоцкий приехал в город Он там видел этих мужественных, сильных людей Эльпинистами, которых называют горы И он не мог, конечно, не написать Эти замечательные песни Которые Вошли в этот фильм Кстати, у фильма был первый сценарий Вообще Все погибали Никто не выжил Переписали Сделали вот такое, какое сделали Вот и Высоцкий сказал Что фильм «Вертикаль» Я запомнил на всю свою жизнь Потому что именно с этого момента Многие зрители узнали Мои песни И действительно, в общем-то В фильм Сделали эти песни Так-то там ничего особенного идет Какую песню поем? Вместо гор А? Лучше гор могут быть только и пары Так, начнем с хоровой песни Если друг оказался друг Нормально, да? Если друг оказался вдруг И не друг, и не брак, а так Если сразу не разберешь Плох он или хорош Парня в куры тяни, рискни Не бросай одного его Пусть он в связке в одной с тобой Там поймешь, кто такой Если пары в горах не ах Если сразу раскис и вниз Шаг ступил на литник и с них Оступился и в крик Значит, рядом с тобой чужой Ты его не брони, не гони Вверх таких не берут И тот про таких не поет Если шум не скурил, не ныл Пусть он хмур был и сол, но шел А когда ты упал за скал Он стонал, но не ржал Если шел он с тобой, как в бой На вершине стоял хмеленой Значит, как на себя самого Положись на него Если шел он с тобой, как в бой На вершине стоял хмеленой Значит, как на себя самого Положись на него Песня не вошла в фильм Ну, скалолазку, помните? В своем? Давайте Я спросил тебя, Агнен Не в ту тональность Это я Поменяю Давайте я вам бабшу расскажу Про фильм Место встречи изменить нельзя Очень интересная история На мой взгляд Короче говоря Когда в фильм Вернее, вышла книга Братьев Вайнеров Эра милосердия По этому поводу В Ленинградском доме литераторов Был банкет На банкет был приглашен Высоцкий Братья подарили ему книгу Но на банкет Владимир Семенович не остался Потому что у него в это время Был мораторий на спиртное То есть он что-то бухнул там В адрес всех присутствующих И убежал А утром Братья рассказывают Рано-рано прибежал к ним в гостиницу И говорит, все Я пришел застолбить Жеглова Я знаю, как его играть Никто лучше меня не сыграет Только я буду его играть А братья, они же люди с юмором Вайнер Они говорят Ну ты, брат, тут Перегибаешь Чего ты никто лучше тебя не сыграет А вот Сергей Шакуров Высоцкий Так подумал Надо сказать, что одним из характернейших Его человеческих качеств Было удивительное чувство справедливости Чувство справедливости Вместе с душевной чистотой И вот, видимо, поминуясь этому чувству Он задумался еще И говорит, да Сережка собирает так же, как я А братья не унимаются А чем Николай Губенко Хуже тебя сыграет Тут Высоцкий Уже всерьез так задумался И говорит, да Коля сыграет лучше меня Потом так хитро на братьев посмотрел И сказал Да вам-то лучше не надо Вам же надо так, как я его сыграю Понимаете? И тогда братья поняли Что Высоцкий Всеми фибрами в своей душе Он чувствует психологию милиции Того времени И стали писать сценарий под него Конкретно В общем, все вроде бы так хорошо Но Есть актер Надо сценариста Тогда Высоцкий предложил Говорухина Говорухин, естественно, согласился Теперь нужно было Говорухину Учердить Высоцкого На эту роль Потому что у Высоцкого Очень большие проблемы были Чиновники Никак не хотели его снимать По отдельности его все любили А система Она его побаивалась Значит, что делать? Короче говоря, было Два консультанта Назначено Два генерал-лейтенанта Один Первый Начальник штаба А другой Первый замминистра Внутренних дел Короче говоря Вот И, короче, этих Как-как с ними договориться? И тогда братья решили Что надо их подтолкнуть А они их подтолкнули А Говорухин К тому времени снял Несколько дублей Но первое Поставил пробу с Высоцким Эти консультанты Посмотрели Сказали О, очень живенько Очень интересно Других смотреть не будем И все И Высоцкого Как бы Утвердили его Потому что Возьмите Вот в одном из писем Высоцкий писал Говорухину Видишь ли, Славик Я не так сожалею Об этой картине Хотя роль, конечно, интересная И несколько ночей Писал ей песни Но нужно поломать Откуда-то взявшееся мнение Что меня нельзя снимать Что я одиозная личность Что будут бегать Смотреть на Высоцкого А не на фильм И все будут наплевать На ту высокую Наравственную идею фильма Которую я обязательно Уничтожу И скажу А то и уничтожу Своей неимоверно Скандальной популярностью Речь В этом письме Шла о картине Земля Санникова Ты, Высоцкий, должен был сыграть И он для этого фильма Написал песни Кони привередливые И еще там все года И века эпохи подряд Но, в общем Ну Тут я не буду долго Ваше внимание отвлекать Потому что там Там такая история Она довольно грустная Потому что Высоцкого Здоровья уже не было Марина плакала Что Славка, ты его угробишь За ты на этой картины Но, тем не менее Пертина вышли И все ее Очень любят А я, как с этой картиной Столкнулся Я учился в Киеве 79-й год По работе С парнем сидим в комнате Слушай, за стеной Голос Высоцкого Вот голос Высоцкого А что говорит, не знаю Ну, что же происходит Вдруг открывается дверь Влетает наша хозяйка Говорит Ребята, там кино Высоцкий Мы смотрим Первая серия фильма идет Вместо встречи А у нас По учебе Зачетная неделя Зачеты Сдаются вечером Я на следующий день Чуть не со слезами На глазах На коленках Деканат Говорю, все, спасайте Что я там плел Не знаю Разрешили сдавать днем Сразу после лекции И я У меня сразу Успеваемость подросла Потому что надо было Сдавать сразу Вот так я с этим фильмом Познакомился Может отдохнете, нет? Я вот спокойно Попробуйте вам прочитать Стихотворение Тихое шептание Уже не за полночь За три Давай отдохнем Нам ведь все-таки Завтра Работать вдвоем Раз дело Приняло Приятный оборот Чем, черт не шутит Может, правда Выпить чаю Но только знаете Весь ваш палач Род Я, как вы можете Представить Презираю Он попросил Не трожьте Грязное белье Я сам к палачеству Пристрастия не питаю Но вы Войдите В положение мое Я здесь На службе состою Я здесь Пытаю И не людям Учти Счет веду головам Ваш удел Не ахти Но завидую вам Право Я не шучу Я смотрю Делово Говори, что хочу Обсыпай Хоть кого Он был обсыпан Белой перхотью Как содой Он говорил Сморкаясь В старое пальто Приговоренный Обладает Как никто Свободой Слова То есть Подлинной Свободой И я Избавился От острой Неприязни И посочувствовал Дурной Его судьбе Как жизнь Спросил Меня палач Да так себе Спросил бы Лучше он Как смерть За час До казни Ах Прощение Прошу Важно Знать Палачу Что когда я Вишу Я ногами Сучу Да Уплахи Сперва Хорошо Подмели Чтоб Моя Голова Не валялась В пыли Чай Закипел Положен Сахар По две Ложки Спасибо Что вы Не извольте Возражать Вам скрутят Ноги Чтоб Сучей Не избежать А грязи Нет У нас Ковровые Дорожки Ах Да неужто Леподобное Возможно От умиления Я всплакнул И лег Ничком Потрогав Шею Мне Легко И осторожно Он Одобрительно Подсокал Языком Он Шепнул Не могу Здесь Кругом Стукачи Чем смогу Помогу Только Ты Не молчи Станут Ноги Белить Можешь Ересь Болтать Чтобы Казнь Отдалить Буду Дольше Питать Не Ночь Пред Казню А Души Отдохновенья А я Уже Собраться С мыслями Не могу Когда Начнет Он Сжечь Меня И Крнуть В тугу Я Крикну Весело Остановись Мгновенье Чтоб Стоны С воплями Остались На губах Какую Музыку Спросил Он Дать При этом Я Говорит Питаю Слабость Кминуэтом Но Есть В коллекции У них Эртен Бах Будет Больно Поплач Если Не Вмогату Намекнул Мне Палач Хорошо Я Учту Подбодрил Меня Он Правда Сам Загрустил Помнят Тех Тех Казнен А Не Тех Кто Казнил Не Кстати Вспомнил Дату Смерти Пугачева Рубил Должно Быть Для Надежности Рукой А в То же Время Знать Не Знал Кто Он Такой Не Велико Образовании Палачева Порог Над чаем Тонкой Змейкой Избивался Он Дул На Воду Две Руки Остекло Об Инквизиции С почтением Отзывался И Об Причниках Особенно Тепло Мы Гоняли Чаи Вдруг Палач Зарыдал Дескать Жертвы Мои Все Идут На Скандал Ах И Тяжкие Дни Палачева Стерня Ну За Что Ж Они Ненавидят Меня Он Мне Поведал Назначение Инструментов Все Так Не Страшно И Палач Как Добрый Врач Но На Работе До Поры Все Это Прячь Чтоб Понапрасну Не Нервировать Клиентов Бывало Только Его Вчувств Приведешь Водой Акатишь И Поставишь Шахен Баха А Он Примерится Когда Ты Подойдешь Возьмет И Плюнет И Испорчена Рубаха Накричали Речей Мы За клан Палачей Мы За клан Палачей Пили Чай Чай Ничей Я Совсем Обалдел Чуть Не лопнул Крича Я Орал Кто Посмел Обижать Палача Смежила Веки Мне Предсмертная Усталость Уже Светало Наше Время Истекло Но Мне Хотя бы Перед Смертью Повезло Какую Ночь Провел Не Каждому Досталось Он Он Пожелал Мне Доброй Ночи На Прощание Согнал Назоль Ливую Муху Мне С Плеча Как Жаль Недолго Мне Хранить Воспоминания И Образ Доброго Чудного Палача Вот Я Я Понимаю Что Вам Не Очень Весело И Поэтому Я На Треть Согнал Чтобы Чтобы Вам Не Не Утомлять Вас Сильно Ну Правда Сильная Штука Вообще Мне Кажется Что У Сотского Стихи Очень Мощные Может Я С Каким Там Предубеждением Но Очень Сильные Так Споем Здесь Лапы Еле Дрожат На Весу Здесь Птицы Щебечут Тревожима Живешь В Заколдованном Диком Лесу Откуда Уйти Невозможно Пусть Черемухи Сохнут Бельем На Ветру Пусть Дождем Опадают Сирени Все Все Равно Я Отсюда Тебя Заберу Во дворец Где Играют Сверели Тебя Тебя Ветру Пусть Ветру Пусть Луна С небом Пасмуржим В ссоре Все Равно Я Отсюда Тебя Заберу Светлый Дерем С балконом На Море Ветру 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 Кража Тебе По Душе Зря Я Столько Сил Распазарил Соглашайся Хотя Вы На Рай В шалаше И Если Дерем С дворцом Кто-то Занял Соглашайся Хотя Вы На Рай В шалаше Если Дерем С дворцом Кто-то Занял Вот Вот появилась такая идея сделать такой небольшой цикл по И Назвать его Поэтическая Фауна В творчестве Усоцкого Усоцкого Очень много Песен Написанных Где главными героями наступают братья наши Меньшие Звери Домашние Дикие животные Вот И Есть Такая песня Но Очень длинная Как стихотворение Заповедник Начинал Я Как бы эту тему С песни Охота на волков Но Поскольку Она Всем известна А вот Песня Ответ на охоту На волков Она меньше известна Кто-то знает ее Ответ на охоту А дело Вот Как-то Высоцкого пригласил Один чиновник Ну Видимо Богатый чиновник Я говорю Все его так-то любили А когда чиновники Собирались вместе Они его не любили Вот И Иногда Его приглашали На ночные концерты Просто Один Позвал Высоцкий приехал Этот чиновник Сидит Пьет И Три раза Высоцкий спел песню Охота на волков И Тогда Чиновник сказал Володя Какие К черту Волки Это же Все Про нас И Появилась Вот Эта Песня Прошла Пора Вступлений И Прелюдий Все Хорошо Не вру Без Дураков Меня К себе Зовут Большие Люди Песня Тихонько Песня 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 Цена Песня Надежна Песня Продолжение следует...